Немало факторов играют роль в развитии малого и среднего бизнеса, однако, пожалуй, первостепенный шаг – создание открытой и конкурентной среды. Именно этот вопрос оказался в центре внимания на встрече с предпринимателями городского поселения Монина. Представитель Министерства потребительского рынка и услуг Московской области совместно с сотрудниками администрации Щелковского района ответили на вопросы и рассмотрели проблемы, актуальные для бизнес-сообщества поселения. Есть ряд вопросов и к администрации Монина, потому что на территории поселения есть объекты, которые установлены незаконно, без разрешительной документации. Это, соответственно, конечно, выходит за рамки законодательства и с этим надо что-то делать. А основной упор в любом случае делается на малый и средний бизнес. Для развития этого направления, то будет работа вестись и будем помогать предпринимателям местным. Как подчеркнули специалисты Управления потребительского рынка района и администрации, упорядочивание схемы предприятий, работающих в сферах торговли и услуг на территории поселения, играет большую роль прежде всего для самих представителей бизнес-сообщества. В итоге мы уберем все нестационары незаконные и у нас будет понятная прозрачно-легитимная схема. Она будет выгодна предпринимателям. Мы создадим нормальную конкурентную среду, когда, грубо говоря, на квадратный метр будет не 10 ларьков, а один. И тогда уже любому предпринимателю будет выгодно именно здесь работать, потому что будет конкурентная среда нормальная. Обсудили на встрече и проблемы близкие не только предпринимателям, но и многим жителям городского поселения Монина. В лесных полянах нету даже никакой палаточки для того, чтобы бабушка вышла и купила хлебушку. Ну хорошо, кто на машинах могут доехать, а это как проблема решать? Мы в октябре, сейчас повторно будем рассматривать схему нестационарных торговых объектов, как раз в Министерстве потребительского рынка. И сейчас работаем очень плотно с каждым из поселений, в том числе из Монина. Мы запрашиваем у коллег из Монина рекомендуемые места размещения стационарных торговых объектов. Я надеюсь, что в ближайшее время мне как раз предоставят администрации городского поселения Монина те места, те деревни, где бы хотелось видеть объекты мобильной торговли. Мы сейчас очень активно в этом направлении развиваемся. Большинство предпринимателей также проживают на территории Монина, так что заинтересованы не только в личном бизнесе, но и в благоустройстве самого поселения. Ряд вопросов вызвало качество уборки территорий вокруг крупных сетевых магазинов. Люди вообще не убирают ни зимой, ни осенью. Вы скажите, пожалуйста, как заставить большие сетевые магазины? Администрация городского поселения Монина несет ответственность за содержание территории и торговыми объектами. То есть всю торговую деятельность контролировала администрация городского поселения Монина. Также на встрече обсудили перспективы дальнейшего развития бизнес-сообщества в едином тандеме, работу Совета по вопросам предпринимательства и создании ассоциации малого и среднего бизнеса. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова